Детское здоровье Детское здоровье Детское здоровье Детское здоровье Как можно было придумать вообще, я понимаю, важность, необходимость вакцинации как таковой в смысле ее проведения, но как можно придумать сегодня вакцинацию против гриппа, как сегодня можно придумать вакцинацию против каких-то опухолевых процессов. То есть, понимаете, исподволь, то, что сегодня нашему детству предлагается в виде питания, то, что сегодня нашему детству предлагается в виде вообще просто ухаживания, и волос поднимается дыбом, и я, знаете, чувствую, что даже когда мы в свое время жили, мы были намного счастливее. Даже я, допустим, ребенок, дитя войны, моя мама пережила войну, она была ребенком, но те стереотипы питания, те стереотипы ухаживания за собой, они были, оказывается, правильными, они были голодными, но они были правильными. Сегодня же мы имеем совершенно другой подход, и я встречаюсь с громадным количеством людей, включая молодых отцов и матерей, я вижу, насколько там абсолютное отсутствие понимания физиологии. Коралловый клуб, Лена тут ставку такую сделала, особенно для новичков, кто еще даже не знает, что такое Коралловый клуб, потому что, ну, решим мы этим, называем, что да, мы в секте, да, мы чем-то занимаемся таким охмуриванием людей и ведем общение туда, куда, в принципе, хотелось бы. Но я хочу сказать, что секта, это вообще переводится очень хорошо, это собрание людей, кружок по интересам. Вот кружок Кораллового клуба, интерес кружка Кораллового клуба, это долгожительство, это счастливые здоровые дети, это долгожители родителей, это счастливая жизнь каждый день, чтобы ты вставал, у тебя было желание чем-то заниматься. Я вот в такую секту пришла, если кто-то считает, что это секта, потому что каждый запугивается, ну, боится то, что, в принципе, сам не знает. И вот наша сегодняшняя с вами тема, которая посвящена детскому здоровью, я начну с некоторых философских вопросов, с которым, в принципе, вам нужно научиться жить. А философский вопрос заключается в следующем. Мы с вами, мы с вами получаем путевку с детства, причем эта путевка с детства называется, либо ты пойдешь по тропе болезни, не важно, сколько тебе лет, не важно, сколько тебе даже месяцев, либо ты с рождения получишь путевку в болезнь, либо в здоровье. Вот путевка с самого начала. И эта путевка, куда мы с вами пойдем, она нас определяет всю последующую жизнь. Кто вчера был на школе, видели, что наша жизнь складывается из понятия здоровья и окружающей действительности. Вот качество жизни, сегодня мы знаем, что люди могут иметь большой доход, они могут жить в очень хороших домах, они могут ездить на роскошных машинах, они могут иметь социальный статус, но у них, увы, нет здоровья. Гармонии не получается у человека. Так вот, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, когда необходимо заниматься вопросами детского здоровья? С какого времени? Итак, вот, вот смотрите. То есть, правильные ответы. Я вам напишу, что заниматься здоровьем нужно до зачатия. До зачатия, и правильно доктор сказал, еще даже в предыдущем поколении. Если мы хотим, по большому счету поставить, нет, традиционно принятым таким вопросом, что это по наследственности передается желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь. Я вам скажу, как доктор, по наследству передается всего 1-2% заболеваний. Все остальное это выдумки, что вам по наследству гипертоническая болезнь досталась, вам по наследству достался сахарный диабет. Абсолютно. То есть, до зачатия, до зачатия нужно думать о том, кто же у вас родится. Так вот, я хочу сказать, до зачатия вам нужно правильно выбрать путь. И нужно понять такие очень интересные вещи, которые вы сегодня, может быть, я знаю, как к этому слову относится народ в большей части. А если это составляющая любви, и что такое вообще любовь, а кто ее вообще изучал, я к этому сегодня составлянию буду повозвращаться неоднократно. То есть, ребенок должен прийти в этот мир, зная, что его любят, что его любит окружение. Потому что у ребенка однозначно всегда будет папа и мама. Не важно, как вы относитесь вот к этому, если женщины и мужчины. Я знаю кучу примеров, когда, в принципе, зачатие произошло, но жизнь не удалась. Но они всегда здесь были вдвоем. Причем единицы, которые получают беременность от насилования, все остальные по согласию. И в большинстве случаев из той и другой стороны есть бабушки и есть дедушки. Здесь бабушки и есть дедушки. Бывает так, что, ну, повезет ребеночку, когда кого-то здесь нет. Я разбираю как бы классику, к чему я направляю все эти действия. Что если эта вся армия окружения будущего дитя будет понимать вот это состояние любви, это не говорит, как я тебя люблю, а самых первых азов. Что же будет делать и папа, и мама, чтобы чадо, которое получится из сперматозоида и яйцеклетки, сливания двух клеток, получится маленькая зигота. Что она будет кушать, где она будет жить, в какой среде девять месяцев будет проходить эта жизнь. И с какими, потому что любовь матери будет проявляться. А делает ли она правильные вещи. Или, как я сегодня встречаюсь с кучей молодежи, не могут достучаться до молодой мамаши, чтобы она делала правильные гигиенические навыки. Она не слышит, мне говорит, расписавшаяся в бессилии чья-нибудь мама будущего бабушка-ребенка, либо чья-то семья бабушка и дедушка, говорит, не слышит сноха, не слышит сын, и вообще никто не слышит. Вот этому состоянию любви я тогда попрошу ставить крест. Потому что вы на словах, да, можете говорить, ой, мы так любим, мы так заботимся. Но вы сегодня услышите вот эти шаги, вот эти все базовые вещи, которым вы будете, вот запомните, это объединяющее слово. Потому что ребенок, в принципе, любви ждет нас не на словах, а на деле. Какими вы продуктами будете кормить ребенка? Либо вы будете питаться общепитом? Что вы будете делать по отношению к этому ребенку? И я еще раз вам говорю, что любовь зарождается задолго до зачатия, потому и была фраза сказана, беременность должна планироваться. Она не должна быть стихийной. Сегодня, когда уничтожается практически наша славянская нация, она просто уничтожается. И забыть про вот это состояние, это значит просто не любить жизнь, как таковую есть. Не надо бить в колокола, не надо каждую секунду об этом говорить, не надо, нужно просто в этом состоянии, это вообще задача, это философия, это закономерность вообще вселенского масштаба, что вот начни день с любовью, проживай с любовью, заканчивай день с любовью. Тогда ты будешь иметь совершенно другие результаты. И если мы с вами это не учитываем, я немножко дам некоторую зарисовку в плане физиологии. Произошло чудо, да, все как бы замечательно, классно. Ребенок появился внутри утроби матери. И вы представите, 9 месяцев, 9 месяцев для ребенка одного классного слова рай. Он 9 месяцев находится в районе. Он не думает, что он будет кушать. Он абсолютно лишен воздействия окружающей среды. У него нет перепадов света, у него нет перепадов температуры. У него не давят никакие бретелечки, лямочки, штанишки, резиночки. Его, он живет в раю, что хочет, то и захотел повернулся, захотел поспал, захотел покушал. Он живет в раю. Он живет в раю 9 месяцев. И вдруг рай, рай, который называется, нужно рождаться на свет, нужно выйти из этого рая. Причем настолько организм матери беспощаден, он начинает включать все механизмы изгнания. Он начинает заставлять эту матку шевелиться. Ребенок говорит, а у ребенка один вопрос, за что и вопрос почему. Вот с этими вопросами мы с вами, взрослые люди, живем до последнего выдоха. У нас очень часто, уже будучи у взрослых людей, постоянно возникает вопрос, а за что мне это? А почему? Почему я встал вдруг у этого вопроса? И в момент рождения представьте, что происходит, кроме болевых ощущений. Ребенку нужно головочкой пройти через тазовые кости, пройти по родовым путям. Его пинают, его толкают, весь организм матери сотрясается, там вообще просто канонада. Там землетрясение. И ребенок появляется на свет, он в окружении другой температуры, каких-то криков, каких-то охов, кто-то стонет, кто-то кричит. Его по какому-то месту бьют, непонятно за что, он еще ничего не сделал, по заднице получил. Но самое страшное, мы с вами все испытывали состояние удушья. И акушеру-гинекологу представлялось только две минуты на то, чтобы перерезать пуповину, и чтобы мы открыли рот. Поэтому нас били кого-то, кому-то по голове, кому-то по заднице, для того, чтобы мы сделали это сакраментально. И заорали от боли, потому что раскрывшиеся легкие, это порция воздуха, которой не было внутри утробы матери, заставила разорваться, раскрыться эти пузырьки, и чтобы мы сделали свой первый вздох. Вот это стресс, которого в природе вы больше никогда не испытаете. Все остальные вопросы, за что и почему, но это уже работа вашего мозга. И вот этот родовой стресс, родовой стресс, который записывается у нас на нашем вообще просто сознании, подсознании, он требует, требует окружение, чтобы вот эта любовь начала его нивелировать. Его нивелировать. Как можно и как нивелируется правильно, с правильными подходами, откуда начинается вся вот эта история нашего здоровья. Она начинается самым первым глотком, который называется молоко матери. Мать обязана, она должна понимать задолго до зачатия, она должна понять, что она выкупить ребенка из родового стресса может только кормление. Что сегодня мы видим в современной молодежи? Кто им об этом рассказывает? Они сегодня умудряются сказать, что она не кормит ребенка грудью, потому что грудь будет большая, мужчине и ее мужу это не нравится. Я хочу сказать вам, женщины, что мужчина вообще выбирает женщину по кормовой базе, по заводикам молочных, потому что он сам скорбленный молоком матери. И он прекрасно понимает, он доверяется именно женщине, которая его потомство будет выкармливать. И мужчина ценит за это, он подсознательно, подсознательно тянется. И если мы с вами не понимаем, что молоко матери позволяет ребенку пережить стресс, значит всю беременность, она обязана сюда потратить все силы, все усилия. Всю беременность мать должна понимать, они до встречи, до встречи с друг другом должны обсудить, кого они будут рождать на этот свет. Они должны быть полноценно напитаны, накормлены, что у нее внутренняя среда, где будет находиться ребенок, это должны быть, это чистые альпийские воды. Это не грязь, это не помойка, не вонючка. Я не один раз присутствовала на родах, у меня диссертация была посвящена исследованию грибковым инфекциям детей вот от нуля до трех лет. И ребенок только рождался, мы брали сразу все исследования на дисбактериоз, на кандидо, вы не поверите, в каких условиях живут сейчас наши дети. Это точно так же, как ваша Томская речь, вода, вы в ней не купаетесь. Потому что вода прошла через Новокузнец, прошла через Кемерово, через Юргу. Есть кто купается. Ну, есть кто купается, не вопрос. Здесь вместе с собаками. Не вопрос. Но вы прекрасно понимаете, вот в таких условиях живут сегодня наши детки. Сегодня, чтобы ребенок родился по шкале Абгара 10 баллов, на него смотрят как на историческую ценность. Сегодня рождается просто месиво, месиво, неухоженных сегодня бедные, бедные детки. Где вот это величественное слово любовь и какой же это рай? Это значит, родители, которые обязаны понять об этом и понять, а где же здоровье ребенка, здоровье ребенка лежит на этих вещах. А у него всегда вопрос, за что и почему. И от родового вот этого стресса, от родового этого стресса помогает молоко матери. Помогают теплые руки отца и материнские руки отца. Какая должна быть мудрая женщина, чтобы сохранять этот отчат, чтобы давать ему понять. Потому что с приходом ребенка отец, он сразу не становится отцом, потому что он не готовился 9 месяцев к этому акту. Это должна быть любовь. Это должна быть любовь. Оберегать, что ребенок будет кушать и в каких же он добрых руках будет. В добрых руках бабушки и дедушки. Полны любви, потому что его нужно. Он родился, он прошел через такие испытания. Мы все через это прошли. И мы обязаны вот это все ему обеспечить, чтобы он нашел ответ, что ты не первый и не ты последний. Потому что именно вот эти, услышьте меня, зачатки, вот этого очень важного периода, мы с этим живем до конца своих дней. Уйдя из родительского гнезда, занимаясь своей семьей, занимаясь вообще всем, 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 но это нам позволяет потом выжить. Представляете, откуда все идет? Выносливость. Если этого ребенку не дать. Самые крайние, самые крайние случаи проявления, это жестокость детей. Жестокость. Жестокость к людям, жестокость к животным, жестокость к природе. Они привлекают, эти дети привлекают к себе внимание. Лена рассказывает про ребенка, который есть у них в садике. Он тиран, 4 года, он терроризирует весь садик. Я говорю, скажи, а какая история? Маме 27 лет, папе 50, они не живут вместе. Мама себе свою дудует, папа в тревоге, что ребенком сделает, а ребенок террорист. Он привлекает, он будет антисоциальный, он не найдет, потому что общество либо его будет сильно наказывать, сейчас она это терпит. Она ему разрешает просто хамить, делать то, что он хочет. Когда все дети спят, он носится по садику, когда все дети занимаются, он переворачивает, он крушит все, потому что вот эта любовь его миновала. А как ее вызвать? Как показать, что я родился? Я родился, я живой. Обратите, пожалуйста, на меня внимание. За что и почему? И вам сегодня предстоит задуматься. Может быть, сегодняшняя информация вам даст ответы на ваши вопросы, почему у вас что-то не происходит. И может быть, с вас сегодня начнутся совершенно другие действия. Вы будете учиться. Не важно, сколько вам сегодня лет. Раз вы здесь, раз вы сегодня пришли, значит, вы действительно что-то заслужили, каких-то перемен. Вот такую вставку я хотела бы вам сказать и пойти от нее дальше шагать, потому что именно под этим, вот под этой эгидой, вот именно под этим связующим звеном все происходит в нашей жизни дальше. Ну а все потом все становится очень интересно. Становится очень интересно. Сейчас я по шагам вам расскажу эти все моменты, потому что беременность наступает, беременность наступает и во время беременности организм матери, я к этому вопросу верну, я просто сделаю небольшой анонс, что именно во время беременности возникает первое непринятие, первое непринятие организмом матери, заметьте, пожалуйста, все мы на словах с вами умненькие. Но я всегда люблю, приводитесь в место есть, пройдите сюда, вот есть, сможете вдвоем, вы худенькие, сядете вдвоем, пройдите, пройдите. Именно в организме и в матери возникает тот конфликт. Мне нравится пример проводить с животными, наверное, все из вас видели кормящих собак и кошек, правда? Как только котята с щенятами начинают к кормушке подходить маминой, собака тут же с кошкой всех их разгоняет и съедает сама, правда? Видели вы это? Вам страшно, вы начинаете ее ругать, вы начинаете ее, а ей все равно, как вы относитесь. Раз они съедят уже ее пищу, значит, они могут себе добывать. Ну, вести себя так хорошо перед хозяевом, что хозяеву ставили две чашки, правда? Но она же большая, она съедает быстрее. Вот то же самое во время беременности, когда женщина не готовится, слово любовь, держите нас на связочке, то организм матери, он тупо начинает это чужеродное изгонять. И сегодня для всех, для вас, для всех, еще и еще разочек, я всегда это говорю и повторяю, женщины дорогие и милые, вы этим грешите, той святой материнской любовью, которая не дает ни вам жизни, ни рядом с окружением, ни вам ни жизни нет. И эти бесконечные разговоры, мой сын, моя дочь, не мой сын и моя дочь, а наши, у ребенка был мама и папа, неважно в каких вы отношениях. У нас прорезали зубки, мы пошли в школу, у меня была одна женщина, у нее был псориаз, она говорила, мы женились, я говорю, в какой раз по счету? Я говорю, дайте вообще вашему мальчику жениться и жить нормальной жизнью, нормальная половозрелая особь. Он даже вступает в половые связи, либо вы стоите, как тот Бобби с канделябром и подсвечиваете. Женщины миленькие, я сама, я сама и рядом со мной он, он. Вот сначала все хорошее себе, с любовью, потому что эгоизм это свое суперэго, оно никуда не делает. Потому что рядом с вами находится мужчина, который от женщины ждет, ждет очень многих посылов, очень многих мудрых, очень неважно, как вы к нему относились или относитесь. А если, слава богу, вы до сих пор живете, то вот эта связка, потому что там пойдут просто дети, там пойдут просто родители, там пойдет работа, друзья и все остальное. И если вы эту цепочку нарушаете, вы, во-первых, себе жизни не даете. Ваша материнская любовь превращается в ад и для вас самих, и для ваших детей. Ну а это как получается приставка? Сегодня великовозрастные мамаши умудряются своих мужей бросить дома, чтобы побежать вот за этим, которые уже сами спят, сексом занимаются, детей нарожали. И вот это чудо ждут, как вообще домохозяйку, как няньку, чтобы самим не заниматься. А вы вся молодежь должны подумать, а зачем вам это все, зачем вы все это рушите? Придет время, когда с вами обойдутся то же самое. Сами, сами, сами. Пустыню пройти нужно необходимо всем. Просто проходить ее можно по-разному. И вот если женщина этого не понимает, если она не готовится к такому важному акту, как зачатие ребенка вместе со своей половинкой, не обсуждает качество питания, качество здоровья, что же будет, какой же продукт сольется яйцеклеткой со сперматозоидом, то возникнет вот это страшное состояние, токсикоз. Токсикоз. И до 12 недель, до 12 недель организм матери будет выплевывать это чудо. Потому что почки, о них я еще буду говорить сегодня, почки матери, а они не болят и не чешут, и не давят. Они не способны справиться, потому что 1 грамм эмбриональной ткани выделяет как 100 граммов здоровой взрослой ткани, выделяет токсинов. Как же почки могут все это выделить? Это нужно выплюнуть, это нужно от этого отказаться. Включается иммунная система. Более того, до 12 недель эмбрион вообще окутан воспалительным валом, чтобы вообще иммунная система его не выгнала. Потому что еще плаценты нет, и организм, вот эта чужеродная смесь двух разных белков. Потому что это материнская и женская, получилось, поэтому это не ваше. Это мамина и папина, это чудо природы, которое должно иметь право на собственную жизнь. От вас требуется только любовь. Любовь и правильные действия. И вот этот токсикоз, он включает и иммунную систему, вот они вам выкидыши, вот они все эти мертворождения, вот все эти аномалии, которые возникают на первых 12 неделях, потому что идет закладка всех основных органов. Потому что как только появилась плацента, он уже, этот орган оберегает организм матери от вот этого токсического действия. Но здесь есть очень интересная, очень интересная, я бы сказала, серьезная вещь, которую вы сейчас узнаете. Именно внутриутробно. Когда появился уже ребеночек, когда организовалась плацента, когда у него появились собственные почки, а материнские почки никто в порядок не привел. И она сама не верит, она сама не хочет ничего делать. У организма, маленького организма появились почки, и они начинают работать за двоих. Они не должны внутриутробно работать. И ребенок рождается уже с проблемными почками. У него уже почки работали внутриутробно, они уже выводили грязь материнскую, свою и материнскую. И когда ребенок рождается с такими уже проблемами, то здесь уже потом, как снежный ком наворачивается, все проблемы, которые... Но самое интересное, почки-то не болят. Почки-то не болят. И о них задумываются, особенно западные врачи, тогда, когда уже, извините, он не писеет, он уже у него глаза на лоб, когда у него уже хроническая почечная недостаточность, когда, извините, они уже развалились. А теперь смотрите, если материнский организм родил вот такого ребенка, он решил вопрос со своим токсикозом? Нет. Он ничего не решил. Он создал все условия для рождения уже больного, заведомого человека. Скажите, мы говорим сейчас о любви матери по отношению к ребенку, или это слова? А? Чего прицепляет? Слова. Да, слова, потому что вы, если мы сегодня, до каждого из вас достучимся, если даже это будет 10% тех, которые здесь и сейчас поймут, что все с сегодняшнего дня это прекращают. Да, если вы уже взрослые, да, с вами произошла масса проблем, вы сейчас найдете свои проблемы, но, извините, их надо сейчас решать. Ну, кого вы сейчас будете виновны выискать? Моих родителей не воскрешишь, но когда я всю свою историю, всю собрала в кучу, я поняла, откуда мои проблемы, которые я не могла решить очень-очень долго. И если бы не коралловый клуб, я не знаю, где бы я сегодня была. Потому что вот это состояние токсикоза, и все, кто сегодня задает вопросы себе женщины, которые носили беременность, или те, которые не могли забеременеть, не состоялось материнство, если еще живая мать, поспрашивайте, был ли у нее токсикоз? Был ли у нее токсикоз? Потому что многие, конечно, уже забыли, ну, кто знает, там, многие считают, это не токсикоз, не, у меня угроза выкидыша. Но если выкинуть это чудо, это что было? Это был хороший, хороший токсикоз. И еще, во время токсикоза, значит, первая проблема токсикоза, это проблема с почками, а вторая проблема токсикоза, это формирование различных иммунологических реакций. Потому что именно токсикоз влечет за собой развитие хронических очагов, различных аутоиммунных процессов, различных аллергий, которые вам сегодня никто не даст ответ. Где же ноги растут? А вся весь вопрос. И вот то, что мы вам приготовили, здесь нет. Нет сегодня. Листочек. Ну, есть листочек. Вот именно по информации по токсикозам, сегодня, еще раз скажу, возьмете, почитайте, и вам это будет путевка в жизнь. И это важная часть, которую вам нужно понимать. И я еще раз говорю, ваша любовь будет направлена на то, что вы до зачатия будете направлять все усилия, чтобы вот подобных вещей не было, чтобы это было благозвучие. Потому что все, что ребенок будет получать в последующие месяцы, это уже он должен получать опять вашу любовь. Вы его обязаны поить. Как? Пить сама. Вы его обязаны кормить. Как? Кормиться сама. Потому что женщина в токсикозе, в токсикозе, она сама себя защищает. Она перестает есть нормальную человеческую еду. Она перестает есть белки и жиры, потому что это как дрова с углем. Они дают очень много отходов. Она начинает тянуть, у нее рука тянется за сладенький. И попробуй мужчина отобрать, во время беременности жены отобрать у нее что-нибудь сладенькое. Она его порвет, порежет и разорется, и запугает, и все наоборот. Это не хай, у нее беременная, пусть кушает. Она может неделю-другую поесть, но она должна понимать, что если у нее рука потянулась за сладким, во время беременности не должно быть в нормальной протекающей беременности, не должно быть никаких пищевых пристрастий. И если что-то захотелось, значит, знаете, что вы не понимаете весь уровень белков, жиров, витаминов, микроэлементов, а углеводы, это как, знаете, вот так, ну, что называется, побаловать себя. И то углеводы должны быть медленные. Не сахар, варенье, сгущенка, не картошка с лапшой. Вы сейчас тоже об этом поймете. Она должна быть другая жизнь. Это нужно со своей головой подружиться. Если у вас вот этого нет, то, значит, никакой любви у вас нет вообще ни к себе, ни к жизни, ни тем более того, кого вы хотите произвести на свет. И вот когда ребенок родился, ребенок родился, что происходит в этот самый интересный, главный период? При рождении ребенка я даю общее обозрение, потом детали разбираю. Ребенок растет у нас до 15-16 лет. Организм. 15-16 лет. То есть, закладка прошла 15-16 лет, и практически прекращается рост ребенка. Просто набирается масса, нужна энергия, нужно все. В 13-14 лет вообще прекращает работать вилочковая железа. Все, она разрушается. И очень правильный момент, что до 15-16 лет нужно обучиться различным инфекциям. Не надо их пугаться. Потому что сработанный иммунитет, если вы его не получили в детстве, и он вас вдруг встретил, инфекцию во взрослом возрасте, то это будет великая трагедия. Великая трагедия, потому что детские инфекции во взрослом возрасте, они могут кончаться летальным, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми. И вот к 15-16 годам, когда ребенок вырос, то здесь самое главное создавать базу, ресурсы, продолжая дальше, учитывать одну простую вещь. Питание, питание, питание. Основа основ это питание. Причем я хочу сказать, сегодня эти вещи уже все открыты, раскрыты. Благодаря японским технологиям, благодаря их постоянному желанию. Вообще потрясающая нация. Уничтожалась не один раз, даже атомными бомбами. Но она сегодня впереди планеты, всем по технологиям, в том числе по технологиям здоровья. Они умудрились на 28 сантиметров вырастить. И их команды баскетбола участвуют в соревнованиях. Как они добились? Они взяли, открыли секрет нашего хромосомного аппарата и гена. Уберите, пожалуйста, эту песню. Не вырастешь ты большой, папа с мамой маленьким. У нас написано в хромосомах, каким ты должен вырасти. И если в этот момент, когда ребенок растет до 15-16 лет, а вы не создали условие, что он у вас ничего, невозможно его накормить, невозможно ему дать нормальные продукты, он, конечно, не растет. Он не растет. Генетически ребенок растет каждый день. Все вместе. И каждый день нужно давать основу для развития всего организма. Организм просит у нас, чтобы сейчас был материал для мозгов, а мы ему для ягодичной мышцы. Завтра нужно для ягодичной мышцы, мы ему для мозгов. А круче у нас бывает, у нас есть материал только на ягодичную мышцу. Мозгов уже нет, а ягодичная мышца уже попа никуда не вмещается. Мы с вами забываем о том, что ежедневное поставление нашей базы, основа основ питания, она должна быть у вас красной чертой проходить. И если вы, милые, дорогие женщины, вдруг не любите готовить, наверное, сегодня после моей школы вы возьмете уроки по кулинарии и начнете возрождать то материнство, ту функцию главную. Издревле, испокон веков, женщина была кормилицей, и женщина, если она готовит с любовью, то этой пищей можно питаться. Вот именно от этой пищи, которую вы готовите и ничего взамен не ждете, никогда вас похвалят, какая вы кулинарка, не, это хорошо, мужчина, я обожаю кормить мужчин, вообще обожаю, кто вкусно ест. Вот вкусно ест, это причмокивает, это слюнка бежит, это вот садится, и вот по глазам мужчины видно, что все, он в этом блюде. Вот такого мужчину хоть ночью кормить, хоть днем, как захотел есть, да еще побольше, вот сядет, и его аж распирает. Насладитесь, это такое великое счастье, и если женщина говорит, что ребенка невозможно накормить, а посмотрите, а вкусно ли вы готовите, а хочется ли вашу пищу есть, либо вы эту баланду мешаете и ненавидите всех подряд, смотрите передачу, и вам куда-то надо бежать, господи, сейчас придут, жрать им надо, сейчас пожрут, все уйдут, и опять все на мне. Поэтому они потом говорят, не, не надо, ничего лучше, лучше ничего не надо. Я сам, я сам, я сам буду все это делать. И первое, которое здесь аксиома стоит, питание родителей до зачатия. Вот этим будет проявляться ваша любовь. А что же вы кушаете, будущие папа и мама? Либо вы сидите на чипсах, сидите на кока-коле, сидите на фастфуде, не вылазите из каких-то этих забегаловок, что называется, и что вы там хотите заполучить? Нет, заполучить-то вы заполучите, что с этим потом это делать? Питание, очень важное питание, роль в жизни ребенка, так себе пишите. Питание, питание в жизни ребенка до зачатия, во время беременности, и питание при рождении и после рождения. При рождении, до зачатия и во время беременности. О чем питаться, я вам скажу. Я сейчас даю базовые установки. Потому что именно это основа основ, которая даст вам ответы на многие вопросы. Если кто-то со своими детками попадал уже, что называется, на скамью приговора, да, в педиатрическую службу, какие ограничения доктор вынужден сказать. Я помню, когда я начинала работать в дерматологии, у меня просто был шок, сколько мы ограничений давали. Вы понимаете, сейчас я понимаю, что мы просто издевались над этими детьми. У нас был профессор Малаховский, педиатр, и они отрабатывали вот эти состояния атопического дерматита, это диатезы, потом вот эти дети. Мы их держали по неделе на наркотическом голоде. То есть ребенку вводили наркотические и снотворные вещества, и ребенок неделю был на питании внутривенном. Он просто спал. Он просыпался, ему снова укол, он просыпался, ему снова укол. И потом, когда за неделю, понятно, кожа вся очищалась, представьте, все это гонялось, ребенок просыпался, ему начинали вводить дробное питание, и ровно через неделю возвращалось все обратно. Тогда он и сказал, что голод здесь ни при чем, здесь какие-то другие механизмы. Представляете, что делалось? Я вам официально рассказываю, что проходилось. Какое количество ограничений питания этим всем атопикам сегодня рекомендуется? Посмотрите на этих деток, которые страдают бронхиальными астмами, это просто мученики. Они ничего, никакого питания не получают, они вообще, в принципе, уже практически даже без мозгов. Потому что одна только доминанта, что покушать. Я знаю кучу детей, которые в тихушку это съедают, засовывают, чтобы только не отобрали, а не за этот кусок мяса, ну просто с ума сходят. Потому что ограничения по питанию это серьезная-серьезная вещь. И вы, наверное, сегодня слышали, что есть различные определения, каким должно быть питание. Скажите, вот расскажите мне, какое оно должно быть? Разнообразное, раздельное, да? Сбалансированное. Сбалансированное, еще какое? Качественное. Качественное, регулярное. Напишите себе одно определяющее слово, каким должно быть питание. Оно должно быть вкусным. И если кто-то из вас когда-то понесет вас не приведи нечистое на раздельное питание, то честно себе скажите, это невкусно. Это омерзительно невкусно. Если кто-то из вас когда-то начинал сыроедием заниматься, ну еще сырую морковку съесть куда не шло, еще куда-то там чем-то сдобрить свеколочку, ну когда это целый день, когда это неделю, когда это год, и вы в свою голову вбиваете, это полезно. Это ужасно невкусно. Это ужасно невкусно. Потому что здесь открыто, еще, извините, в прошлом веке, великим физиологом, отцом, учителем рефлекторного питания Иван Петровичем Павловым, он Нобелевскую премию показал. Это он собачек выводил на пищеварительные рефлексы, собирал и нам показал о роли пищеварения. Так вот наш язычок, наш язычок, он имеет громадное количество зон рецептурных, рефлекторных. И как только к нам на язычок попадает кусок пищи, с этих зон в центральную нервную систему поступает сигнал. Именно мозг говорит, это вкусно, это невкусно. Он же в мозге не определяет, сколько там калорий. Он же не определяет, из какой картошки вы приготовили сейчас блюдо. Он говорит, фу, это мерзость. Я тут нашла одно определение. Бог создал пищу, а бесы кулинарию. Потому что по всем законам Всевышнего центральная нервная система, она определяет через вот этих рецепторного аппарата, она определяет один, вкусно или невкусно. И если вкусно, то глаза, уши, нос, рука потянется за пищей в следующий раз. Все в живой природе это есть. Вы умудряетесь накормить свою кошку вареной колбасой или сосисками из магазина? У кого есть кошки? Они не едят. Они не будут... Вы что ей ногти обрезаете, башку ей отрубаете, что она колбасу не ест? Вы говорите, вот как астатина. Я ем, она не ест. Да потому что ее, вот этот аппарат, не попорченный. И самое интересное, напишите себе крупными буквами. Эти все рефлексы есть у детей, как они родились. Ничего другого не может организм ребенка принимать до 5-6 месяцев после родов, как материнского молока. Ничего. Но если бы мог ребенок укусить мамку-затитьку и плюнуть ей, или там что-нибудь ей сделать, когда она ему дает всякую гадость, потому что она не захотела, она его не любит. Она за свое молоко не боролась. И начинает ему рассказывать сказки про белых каких-то зайчат. Как она тебя любит. Размусила какую-то баланду, дала ему в рот, типа соси, потому что он правильно не орет. Желудок растянулся, ребенок... А что матери нужно, чтобы не плакал и спал? Как они переживают матери, когда дети становятся все меньше и меньше спать? Ой, так хорошо было, когда спал. Да, вот так спал, и все было замечательно. А ребенок рождается. У ребенка вот этот рецепторный аппарат, он формироваться. И себе напишите задание. Вы сидите, взрослые дети здесь. Свой рецепторный аппарат, пожалуйста, обучайте до самого последнего дня. В своей жизни. Пробуйте то, что вы не пробовали. Потому что вот этот язычок, он должен попробовать все. И самое интересное, детям сразу не понравится кислое, горькое и жгучее. Потихонечку, помаленечку. Не вызывайте у них сразу отвращения. Добавляйте. Потому что нет по физиологии, не хочу. Есть плохо приготовленное. Не может по физиологии не нравиться. Это плохо приготовленное. Что вы делаете? Вы на кислое, на горькое, на жгучее. Даете картошку. Она же не горькая. Даете лапшу. Она же не кислая. И вы стереотипы пищевые убираете. И у вас потом уже развивается просто стереотип потребителя на абсолютное нездоровье. Потому что если вы будете понимать, что обучать себя нужно, пробовать всяческие вещи, понемножку, помаленьку, и ребенок к этому готов. Почему у нас сначала приводится при корме, до кормы. Потом уже мы там к 8-9 месяцев, мы уже, так сказать, готовы его кормить. Я вот была, когда в Индии, я видела, какое количество пряностей вот таким малипуском они дают. И карри, и корица, и все перцы. Они все... Ожога нет. Вызывается просто реакция жгучих рецепторов. Там ожог слизистой не обжигается. Но запускается так работа всего пищеварительного конвейера, что там возникают здоровые рефлексы. А не те, которые мы с вами... Вот именно с чем мы с вами пользовались. И в настоящее время, конечно, в отношении к пище очень сильно изменилось. У нас прошла культура. Вот я вижу, здесь есть разного возраста, женщины сидящие и мужчины. Вспомните, когда мы в школе учились, у нас были уроки домоводства. Правда? Мальчики у нас были там в своих слесарках. А мы, девочки, с вами. Нас приучали стол накрывать, фарточки мы сшили. Мы столько... Нас приучали... Вот в те, казалось бы, такие плохие времена нас приучали к этой культуре и показывали, что именно девочка, именно женщина, она обязана это делать. Это ее неукоснительно. Я знаю, что великие кулинары вообще в мире мужчины. Но это единицы. И если одна и другая... Если мужчина не захочет готовить, его никакой палкой не заставишь. Нашего брата можно с дивана снять, да? Зарать громко, там, истерики закатить. Побежала с испугу. Их не заставишь. Потому что у них подсознательно знают, что в плохом настроении я не должен быть на кухне. Я не могу отравлять эту пищу. А женщина здесь себе врет. И организм ребенка при рождении практически стерильный. Пишите себе эту фразу. Он практически стерильный. Поэтому я опять-опять вас отправляю на тот момент. Как женщина должна любить жизнь, как она должна любить будущего своего ребенка, для того, чтобы создать все условия, чтобы он был действительно в стерильных условиях. Я сегодня любуюсь на коралловских детей, которые именно с самого зачатия и все по жизни идут коралловские. Это совершенно другие роды. Это совершенно другие околоплодные воды. Это совершенно другие детки. Это другая кожа. Это другие слизистые оболочки. И вот ребенок рождается. Вот здесь очень важно вам оценить первый опыт. Ну, кому не повезло, но что называете за факт, и это будет вам, что называется, борьба на всю жизнь. А вообще на язычок ребенка, на язычок ребенка, в первые сутки, в первые сутки, кроме молока или молозива матери, не должно не попадать никакого другого продукта. Пережили мы период геноцида. Это сделано было умышленно, это все было сделано сознательно, когда ребенку на язычок в первые сутки давалась глюкоза. И если на язычок ребенка попала глюкоза, это кандидат в сахарный диабет, это кандидат на все метаболические нарушения, потому что вот этот калибровочный период вот этих рецепторов ничего не возьмет, пока не побудет сладкого. Вот сначала сладкое, потом все остальное. Это трагедия. Это просто уничтожение нации на корне. Причем под это была подведена очень база. И вот сегодняшние наши, особенно коралловские женщины, когда все вот это слышат, это не какая-то задача вас куда-то увезти. Она во время беременности начинает пить молозива. Она, рождаясь ребенок в, мало какая там бывает ситуация, если не все нормальное, лактирующая женщина, у нее есть молозива, но она понимает, что недостаточно у нее с собой молозива есть, и она ему на язычок всегда это молозиво даст. Она будет сама его пить, и она будет ребеночку давать, потому что именно молозиво, молоко на языке откалибрует все остальное. Это первый, первый презент ребенку, потому что он прожил родовой стресс. Это первая настоящая любовь матери. Я тебя люблю, тебе плохо, ты родился, поверь, я тебя спасу, я тебя буду кормить, сколько ты будешь просить. И все, кто знают, у кого мамы живые, знают, в каком бы они возрасте сейчас дети не были, первым, что спросит мать, приходящему ребенку, что ты будешь кушать. Вот этот голос старой моржихи, накормить, накормить. Это действительно самая первая значимая вещь. И именно путевка в жизнь будет даваться, что у ребенка будет на изачке. Какой его первый будет опыт. И, конечно, это абсолютно извращенный рецепторный опыт, если это будет глюкоза, это трагедия. Ну и хуже всего это будет вода, хуже всего, понятно, глюкоза. Чуть получше, если все-таки водичка, а лучший вариант это должно быть молоко. И напишите себе, что нация, которая взращенная на рецепторном опыте глюкозы, это формированная нация с рождения на сахарный диабет. А диабетические мозги, они очень-очень малопретензионные. Они абсолютно не для познавательного процесса. Вы сейчас увидите трагедию от очень высокого количества углеводов, что происходит с нашими детками. Но очень важная вещь, понимание того, что почему должно быть еще молоко. В первые сутки. В первые сутки ребенок рождается, и его иммунная система, она есть, она появилась, она еще внутриутробно, все эти клеточки зародились. Но так устроен механизм, что первые сутки иммунная система не реагирует. Ну, то есть разрешает делать все, что должно быть, рассчитывая на то, что мы с вами понимаем. Именно молоко, молотиво, никто не дает ничего, ни картошки, ни лапши, ни мяса, правильно? Именно молочные все вещи, они дают возможность запустить, заселить лакто- и бифидобактерии в толстой кишечнике. Именно этот отдел, эти полезные бактерии начинают для себя выбирать. А представьте, если не дали молока, если дали воды, а там же, смотрите, ну он родился стерильный, в каких бы условиях ни находились в нашем окружении, неважно, в реанимациях там, в каких-то родильных домах, всегда параллельный весь этот мир, стафилококки, стриптококки, всевозможные грибы, все они вокруг ели. И у ребенка, у ребенка не дали молока, а дали воды или глюкозы. Сюда принеслись стафилококки, стриптококки, грибки, молока не дают. И вдруг через 2-3 дня, ну на следующий день, дали молока. Дали молока, рассчитывая, что? А иммунная система включилась, говорит, а это кто такие? Там уже есть. Ордер уже получили. Думаете, что сутки, это так мало? Действительно, мы думаем, для вот этих ребят, это целая жизнь. И если в первые часы ребеночку ничего не давали вот с этих вещей, а кормили вот на всей этой гадости, то вот этого ребеночка, у которых этого уже нет, можно написать в списке, пожизненные списки на страдающего дисбактериозом организма. Дисбактериоз, это будет не только кишечник, отметьте, пожалуйста, мои хорошие, я специально даю вам эту информацию. Дисбактериоз всех экологических ниш. К ним относятся слизистые полости рта, к ним относятся кожа, к ним относятся легкие, к ним относятся влагалища. Девочки. И наличие сегодня дисбактериозов детских, поверьте, я работала с детьми и знаю, какое количество в детстве. У нас сегодня есть детские гинекологи, которые занимаются этими проблемами. Вечные дисбиозы, вагинит у этих маленьких девочек. Пацанов нет, у них анатомия другая. Это трагедия. Потому что все думают, что дисбактериоз только в кишечнике. Где есть бактерии, там всегда может нарушенная быть равновесие. Что такое дисбиоз? Это нарушенное равновесие. Между вот этими полезными бактериями, условно-патогенными бактериями, к которым относятся простейшие грибки и вообще ярыми патогенами, стафилококками, стриптококками, всякими дизентерийными палочками, всякими-всякими другими гадостями. Вот у меня, например, когда я собирала свой материал на диссертацию, и у меня были, вот рожает женщина в родзале, ребенок появляется, и мы этого ребенка сразу начинаем обследовать на обсемененность, что у него есть. 99% недоношенных детей, они все имели уже внутриутробное инфицирование кандиды грибками. Мы находили у них поражение на языке, мы находила у них поражение в прямой кишке, девочка мрала в мазке из влагалища. Это уже были заведомые материалы, которые затем потом не выйдут из группы часто длительной болезни. У них потом развивалась масса детской патологии, которой, знаете, у специалистов очень много, и с ними уже, знаете, сделать практически мало, что можно, это было, это были вечные пациенты, мы потом отслеживали отдаленные результаты. Мы брали детей трехлетних, которые приходили в группы, в ясельные группы, мы их там обследовали. Когда мы брали анамны, что с ними были? А с ними была вот одна такая песня. Матери, по каким-то состояниям матери и тогда не было культуры, не давали, у них мы фиксировали вот эти дисбактериозы, это трагедия. Но наша сейчас такая публичная подготовка населения очень простая. Если Елена Малышева заявляет, у вас все услышали, что у нас нет вообще проблем с дисбактериозом. О чем вы говорите? Да что вы? Это надуманное, в Америке нет дисбактериоза. Нет, потому что о нем никто не говорит. Он есть, а что о нем говорить, если он просто есть? К нему просто привыкли, и про это никто не говорит. Так вот, лакто- и бифидобактерии это те страшники, которые будут защищать наш организм на всю остацию всей жизни. Когда мы только приводим первый припорм, и в норме 80% должно приходиться на вот этих товарищей. Как только мы начинаем вводить первый припорм ребенку, появляются кишечные палочки. Они называются фкультативами. Их в норме должно быть 20%. Это, посмотрите, урогенитальная вся патология. Это патология почек, это патология легких. Это все сопровождается дисбактериозом. Казалось бы, такая простота. Почему люди об этом не задумываются? Потому что никто никому не рассказывает. И зачем? Ну так же удобно, понимаете? Затрат никаких молока не дают, через сутки, ну и все. А там уже дальше, что хочешь, то и делать. И вот свойства полезных бактерий, пожалуйста, себе опишите. Почему же они называются полезными? Потому что, не поверите, мы в Коралловом клубе имеем уникальный набор, уникальный набор коррекции этого состояния. И это ваше, просто человеческое, социальное, культурное часть, вообще за этим состоянием следить. Так вот, какие свойства, полезные свойства у лакта и бифидобактерий? Лакта и бифидобактерии. Первое их полезное свойство, почему они называются полезные бактерии? Потому что эти полезные бактерии не борются за кислород. Он им не нужен. Это самое главное свойство, потому что все стафилококи, стриптококи, грибки кандида, они по усмотрению, то они едят кислород, то они его не едят, они такие факультативные, они условно-патогенные. А вся патогенная микрофлора злостная, она вся ест кислород. Полезным бактериям они говорят, нам это не надо. Никто у нас его не съедает, это же великое благо. Второе благостное полезное их свойство, этих полезных бактерий, они едят клетчатку. Нам она не нужна, у нас нет возможности переваривать клетчатку. Клетчатка, целлюлоза ее вот называют. Они не едят, они едят только ее. Мы с вами, съев вот этот продукт, он у нас выходит непереваренный. Сколько съели, столько и вышло. И вот это за эту клетчатку, если вы даже будете принимать препараты, различные восстанавливающие микрофлору, многие из вас, наверное, это когда-то пробовали, сейчас разные там, линоксы, разные там, название куча вам дорогая. Но если вы не даете клетчатку, а что будут кушать? Вы дали, чужих причем дали, а им не дали покушать. Что будет с лакто и бифидобактерией? Они умрут. Они умрут, поэтому если вы не понимаете, что им нужно дать кромовую базу, сохранить эту жизнь, причем, даже если все было нормальненько, все вам заселили, они живут, они там где-то, они живут в определенном месте, они живут в толстом кишечнике, они живут на слизи, и сейчас вы это узнаете. Вы думаете, что вы дали чужих? У нас было, вот когда я работала на кафедре, у нас были, опять с этими же кожными, с атопиками проявления, у нас была такая схема давать детям колебактерин. А колебактерин это что? Это высушенная кишечная палочка. Ну все вы знаете, чем оно пахнет, да? Вот взяли чужой кал, навыращивали, в ампулку развели сухой, все его разводишь и по капелькам детям даешь. Да ведь 9 месяцев у них еще нет этого распознавательного, они это эти говешки размоченные пьют. Как только ребенку годик, ты сам в этих говешках, потому что ему начинаешь давать, он плюет. Когда я раз понюхала, сначала не понимали, когда понюхала, думаю, боже, какие же мы идиоты, какие же мы идиоты. И ребенок говорит, ешь сам эту каку, я это кушать не буду. Да, пока мы это его дурили, дурили, пока это вроде как ему давали эти колебактерины, ну что-то там, что-то заводилось. А нужно же своим собственным дать условия. Дайте условия, дайте им кормовую базу, создайте, чтобы они жили, они будут размножаться ровным счетом, так же, как и все остальное. Третье важное свойство. Третье очень важное свойство. Употребляя клетчатку, вот они кушают клетчатку, и они такие довольные, они такие благодарные, они начинают клетчатку перерабатывать и говорить нам, на выдаче отчитываются перед нами. Чем? Самое главное, переработав клетчатку, они нам дают, вырабатывают этиловый спирт. Мы с вами, тот, который С2H5OH, это элитный, это элитный спирт. Они вырабатывают 30-50 миллилитров за сутки. У нас у всех, у кого нормальная микрофлора, в организме находится элитный спиртовый заводик. Потому что вот этот спирт 18 полезных свойств у спирта. Но нашей проспиртованной нации нельзя об этом говорить. Но я вам культурно рассказываю за очень большую тайну, за очень большую тайну, что именно этот спирт, это НЗ, это на тот случай, когда отключится все и энергии не будет. Потому что спирт, это очень высокий подставщик энергии. И представьте, если у человека нет лакта и бифидобактерий, спирта нет, он тянет руку. Он тянет руку. Так может формироваться бытовое пьянство. Бытовое пьянство, потому что ему постоянно надо. А там круг замыкается. Он пьет и разрушается, пьет и разрушается. Другая холральность. А если и не пьет, и бактерии нет? Ну, да, вообще ничего нет тогда. Четвертый момент, очень полезный момент. Именно полезные бактерии, употребляя клетчатка, синтезируют витамины группы В, они так называются, кишечная группа. Это группа В12 витамина, это фолиевая кислота. То есть, если дефицит лакта и бифидобактерий, то вот эта армия людей будет страдать пожизненно, очень длительно, разными видами анемии. Да, мы сегодня рассказываем, да, мы сегодня говорим о том, что глистные инвазии и прочие-прочие вещи, но проводятся все эти пособия по поводу глистов, а анемии не восстанавливаются. Почему? Да только потому, что дисбактериоз, отсутствие лакта и бифидобактерий, которые не способны, и мы с вами-то знаем, мы можем заместительно давать комплекс В, мы можем давать фолиевую кислоту, но если мы дадим физиологические все условия, будем корректировать, мы с вами можем, а так и выходит, мы выходим на очень полезные вещи. Пятое свойство полезных свойств лакта и бифидобактерий. С помощью этих бактерий наш организм способен переваривать молочный сахар. Все, кто не, поднимите руку, кто не пьет молоко, я вас поздравляю, причем нужно спросить, с какого времени вы его перестали пить, нужно вам задать вопрос, где вам наследили, потому что вы, раз сидите здесь, вы молоко пили. Какой-то прошел период интоксикации, какой-то прошел период непереносимости, отсутствие вот этих вот вещей, вы не можете их переварить. А раз вы их не можете переварить, у вас начинается вздутие, у вас может тошнота, у вас может быть понос, у вас могут быть различные неприятные ощущения, и вы практически перестаете молочные. А кто вообще молочные продукты не ест? Поднимите руку. Вообще молочные. Слава тебе, Господи, хоть за вас будет душа спокойна. Почему? Потому что действительно переваривание молочных сахаров, молочных сахаров уберегает нас от внезапной ночной смерти. Потому что гипогликемия во сне, она может закончиться остановкой сердца. Мы не получаем. Поэтому дисбактериоз это не такое уже безобидная ситуация. Ну молоко не пью, вы что, у меня дисбактериоз, молоко не пью, хлебушек не кушаю, огурцами не закусываю, меня не кучит. Дисбактериоз проявляется не только диспептическим синдромом. Дисбактериоз проявляется массой симптомов, о нем я вам еще скажу. И если вы сами понимаете, что нет полезных бактерий, значит на их месте сидит кто-то другой. Сидят грибки, сидят стафилококи, стрептококи, и они живые существа, они писают и капают. И что они делают? Одна бактерия, а их не одна, их тысячи, миллионы, они создают постоянные условия интоксикации, кишечная интоксикация, ежесуточная, 24 часа в сутки. Вот вам запоры, вот вам запоры с меняющимися поносами, вы носите практически внутри себя ядерную бомбу. Потому что вот эта вся масса не работает. Если вы будете давать этой массе клетчатку, она утром, вы не пробежите мимо унитаза, потому что они покушали, они все покакали, подписали, нахуй, убей-ка все это дело. Если этих нет, а те-то, которые там наелись, картошки налупились, хлеба с молоком, без молока или еще чего-нибудь, лапши, тазик, пельмени, ну и что, можно и не опражняться, давайте снова кушать. Утром проснулся, снова кушать. Нет, изначально выведи там, вынеси оттуда. Китайцы говорят, если у тебя с утра нет стула, ты не имеешь права на еду. Ты не имеешь права на еду. И еще очень важное свойство открыли недавно французские микробиологи. Именно лакто- и бифидобактерии делают презенты, подарки слизистой кишечника. Так называемый защитный или эпителиопротектный фактор. То есть эпителия это слизистая, протекция это помощь. Они дают и говорят, на, защищайся. И если этого как раз нет, этого фактора, представляете, то вся патогенная микрофлора, она здесь, вот они хронические инфекции. Отсутствие слизи, отсутствие этого фактора влечет за собой образование эрозии, язву, полипов и опухоли кишечника. Ребята, самая страшная трагедия, четвертая стадия опухоли кишечника, она себя никак не звучит. Причем самое опасное метастазирование сигмовидной кишки, сигмовидной кишки, она метастазирует в легкие, люди попадают уже на каких-то профосмотров уже с метастазами в легкие. Начинают откуда искать сигмовидная кишка толстого кишечника. Она поражена, она уже вся практически. Когда начинаем спрашивать, а там вечные запоры, да у меня всегда так, там вечные запоры по носу, там признаки, когда мы начинаем разбирать всю клинику, а там неприходящий, непроходящий всю жизнь кишечный токсикоз и дисбактериоз. Мы сегодня с вами разбираем эту тему, я абсолютно говорю вам о том, что именно в первые сутки жизни ребенка должно быть молоко. Именно молочная железа, именно молочная железа, сосок это место формирования лакто-бифидобактерий. И мама дает сосок в рот ребеночку, она дает все эти условия. Она дает ему условия, вот это называется любовь ребенка. И если у матери не было токсикоза, если она готовилась, если она с любовью все это приняла, то не будет в ее молоке токсинов, у нее не будет мастида, у нее не будет мастопатии, она будет нормально развивающей женщины. Во-первых, она любит и себя, и она любит того, кого она производит на свет. Потому что мать, которая в токсикозе, рожает ребенка, и представьте, эта вся грязь потекла в молоко, с кровью, мать дает ребеночку в рот сосок, а он начинает срыгивать, начинает плакать, он начинает кричать, он мучается, они неделями, месяцами, бедненькие надрываются, кричат, потому что все из вас перетерпели когда-то боли в животе, не приведи Господь, земля с небом растворяется, а представьте, это крошечка, и к вам приходит нерадивая нянька и говорит, ой, да все срыгивают, да Господи, да кто у нас не срыгивает, все срыгивают, а в чем хорошего, в чем в этом хорошем, что все срыгивают, почему мой срыгивает, покажите, почему мой срыгивает, и развиваются на сегодняшний день до года 80-90% детей, которые страдают гастроэнтерологической патологией, к ним относятся дисбактериоз, к ним относятся кожные поражения, к ним относятся все поражения желудка, кишечника, энтериты, гастроэнтериты, мы сегодня видим эрозивные поражения у двух-трехлетних детей, в 2-3 года ребенка язвенная болезнь желудка, это как мама с папой любят своего ребенка, они разводят руками и говорят, что, ну да, не говорят, вот эта вся ваша масса, которая здесь, вот теперь вы уже не скажете, что вы этого не слышали, что это ерунда, это такая фигня, извините меня за плохое слово, и вообще это септа, вот это нужно понять, я сегодня вам рассказываю не про параллзик, я рассказываю вам сегодня про физиологию, и так, какие условия для жизни полезных бактерий, чтобы они жили и приживались, первое главное условие для их жизни, это должна быть слизистая, слизистая, или эпителий, эпителий, слизистая оболочка, которая на своей поверхности содержит слизь, они называются слизистые, если слизи на ней нет, она оголенная, она болит, что бы ни съели, от всего становится просто невыносимо, сжение, боли, нет слизи, но представьте, защиты никакой нет, вот именно слизи, образующие, самые главные слизи, образующие продукты, подскажите, это что? Молодец, молоко, молоко и молочные продукты, молоко, слизи, образующие продукты, молоко и молочные, не кисломолочные продукты, кисло, они с кислой, а именно молоко, поэтому, какие выдумки, вы не переносите молоко, найдите, откуда у вас непереносимость, но вы-то уже взросленькие, вы какие-то можете себе сейчас замены поискать, но это не должны быть кисломолочные какие-то перекиши или там, вот как мы сейчас видим суррогат, и мы находимся с вами вместе, где можно есть все натуральное, слава тебе, Господи, вас кормит вот социальный рынок два раза, мне сейчас говорят, среда и суббота, сегодня Петр Архипович принес нам лосятины, мы приехали, нам привезли молоко, ворок, творог, сметану, вы знаете, вот у меня мой род, он помнит, потому что я девочка взросленькая, те натуральные продукты, у вас все это в Томске есть, какие у вас должны быть магазинные йогурты, купите йогуртницу, готовьте сами йогурты, и своим детям, которые вас бесконечно просят, вот всю эту, берете, рисуете череп с костями, нарисуйте какого-нибудь монстра, чтобы ребенок заскал, ни за что я это кушать не буду, и расскажите, что если он скушает, у него будет понос, ему укол поставят, кровь пойдет, из ушей, из носа все, он скажет, все, никогда в жизни это не будет, а вы начинаете все это думать, второе условие, так слизь, второе условие, абсолютно, что должны вы давать в питании бактериям, молодцы, клетчатку, вы должны давать клетчатку, клетчатку, клетчатка или целлюлоза, пишите, пожалуйста, пишите, пожалуйста, чемпион по источникам клетчатки, это репа, редька, ревень, кормовая свекла, топинамбур, скажите честно, кто из вас кушал грибы, и потом, если кому так повезло, видел переваренные в транзите грибы? Не повезло, грибы у нас не перевариваются, грибы перевариваются у лося, и у белки, и свиньи, а все остальные не имеют, это клетчатка, это целлюлоза, поэтому это источники, грибы, все волокнистые фрукты, все волокнистые овощи, рапс, люцерна и отруби, написали? А теперь у меня к вам вопрос, кто из вас это каждый день кушает? Кормовую свеклу, топинамбур, там, отрубями все засыпаете, да? А кормовая от стола чем-то отличается? Отличается, придите, вот там, где в колхозах есть, попросите кормовую свеклу, она сплошет, скотине ее кормят? Потому что скотина-то, она же должна получать правильное питание, то есть там его не подойдет, Нет, она подойдет, вы ее кушаете, я же сейчас говорю, как источник целлюлозы, кормовая, она как источник целлюлозы, клетчатки. Скажите, пожалуйста, и еще раз спрошу, у кого есть такой опыт, чтобы это все, каждый день же надо кушать? Потому что 24 часа в сутки наш организм работает, поэтому пишите, для того, чтобы ваша полезная бактерия имела слизь и клетчатку, вот все, кто сегодня получит, если не дополучили, недопоняли, что мы вам раздаем в раздаточном материале, там есть одно такое слово, эубиотический ужин. Эубиоз, вы уже поняли, да, это нормальная микрофлора. Вечером, за час до сна, вы берете молочко от знакомой коровки, не та, которая, это уже, знаете, отстой какой-то, сильный. А что его пить-то, обратный какие-то? Однопроцентный возьму, я говорю, что ты так боишься, я боюсь поправиться, я говорю, ты больше от отеков поправляешься. Не от нормального молока. На молочке вы разводите проволокно, если кто еще не знает, придите, почитайте. Это намного вкуснее, чем отруби в аптеке. Это просто, потому что там собраны и кожура, яблоко, там чего, там только нет. Там и есть и овес, там и есть и рисовые отруби. Все, и еще красиво, красиво вздоблено. Вы разводите на молочке, берете шейкер, взбиваете, ну сколько кому как повезет, ну сколько выпейте, мне хватает 200 граммов. Взбить и выпить за час до сна. Я о ком подумала? Скажите, употребляя это на ночь. Акция мифеда. Да? Либо, если кто-то не может молоко, ну по разным еще причинам, будет пока обучаться, берете кисломолочные продукты, там разводите флавосин. Это лен. Это тоже целый набор всяких отрубей. Вы можете чередовать. Я вот, например, чередую. Вечером либо флавосин, либо проволокно, либо пригоршня 10-15 таблеток люцерна. Вы же перечислили? Я вам перечислила, что люцерна обладает очень хорошим набором клетчатки ко всем другим свойствам. Сколько, вот вы определите дозу люцерны, либо всех вот этих вот составляющих по стулу, который у вас будет утром. Если вы еще утром не разбежитесь, значит, мало пьете. Глажил, кто рано поутру или не слив. О, молодец! Молодец! Глажил, кто рано поутру. Да, имеет стул. Пушкин сказал. Вот так. Потому, да, Пушкин не дурак. Смотрите, на слизистых, на основе молока плюс клетчатки вы создаете все условия для того, чтобы они у вас сколыхнулись и сказали, ой, слава тебе, что ли. Вы можете, ничего не делать. Из вредности считать, что вас тут куда-то загоняют, что-то вам рассказывают не то. Эубиотический ужин это как вы чистите зубы на ночь, моете посуду, убираете, ложитесь в постель, расстилаясь. Я не знаю, не все, наверное, не снимают с себя одежду или там в обуви взяли и легли. Нет, вы же всю гигиену снаружи сделали, еще и утром. Причем утром начинаете мыть тех дармоедов, которые вообще ночью не работали. Зубы чистите, они же ночью не работали. Голову начинаете мыть, а ночью волосы на подушке спали. А те, которые пахали всю ночь, причем нужно давать на ночь. Посмотрите, кишечник же, вот вы легли, улеглись, вы уже ему за работу не даете. Тут я так встала, так встала, так встала, бедные там все. А тут легли, кушать им дали и уснули. Вот они там включили свою лабораторию. Это очень-очень важная вещь для того, чтобы вы уходили, потому что если вы лишили кормовой базы лакта и бифидобактерии, честно себе признайтесь, вы послали себя, ребеночка, это же ребенку делайте, коктейль на молочке взбить, да он за этот подарок, да нарисуйте красивый цветочек, да купите красивую бутылочку, красивый стаканчик, да рассказывайте, как я детям когда работала, я рассказывала, это такие маленькие бактерии, там они с солнышком, вот, кстати, изучили микробиологи, именно лактобактерии светятся желтым цветом. Это солнечные батарейки. Я ребенку так одному рассказывала, рассказывала, она как закричала, ручонками живот закрыла, не, я не хочу, чтобы мне там солнышко уже в воде светило, ну, дети конкретно все сразу думают. Думаю, так, это надо мне взрослым рассказывать про батарейки, это договором люди, но дети разные тоже бывают. Обставьте, пожалуйста, дети, ну, вот как Маша у Наташи, такая, ой, ху, Наташа, ху, как это девочка называется. Меня Лена зовут. Она не биокурунгой называет, она называет это витамином С, потому что вот все остальное вы помогать можете. У нас потрясающие сегодня есть наборы. Биокурунга это практически створоженный, высушенный сыр, творог. Грызите, грызите, помогайте полости рта, грызите это как конфетку, как жвачку. Если вы научите своих детей, сами начнете грызть, им будете давать, да они вам за эти конфетки, что называют, они дети интуитивно чувствуют, у них рука за это тянется. Все наши коралл пробиотики, которые есть, но это материал, вы должны дать вот это, основа на которую вы будете давать. Понятно? Это одно другое не заменяет. И, чтобы закрыть эту тему методы коррекции дисбактериоза, если у кого-то он уже есть, напишите, пожалуйста, себе, что для коррекции кишечного вот этого, всех вот этих патогенов, если это уже условия, которые требуют коррекции со стороны медицинской практики, разные есть формы, есть просто инфекционные поражения, всевозможные там и дизентерия, и всевозможные там кишечный целый раздел наборов, пожалуйста, это все делает доктор, не надо здесь, потому что опасная вещь, вот мы в Новокузнецке похоронили трехлетнего ребенка, ребенок пришел из садика в пятницу, у ребенка была там рвота, рвота с поносом, вызвали доктора, доктор посмотрел, говорит, ну вот, что называется, никак, а в понедельник ребенок погиб, ребенок погиб, началась температура, усилилась рвота и понос, все, не довезли до больницы, потому что эти вещи, которые мы многие считаем, что это сказка, сегодня бактерии настолько обострились, настолько, чтобы вы четко понимали, но если уже доктор сказал, там вы видите, что вообще никакой темы по коррекции, или доктор, понимающий, что здесь не надо, здесь вредничать, однозначно у вас дома должно быть коллоидное серебро, коллоидное серебро, и взрослая доза, это три флакона, взрослая, взрослая доза, это курс три флакона, как минимум, три флакона, первый флакон по столовой ложке два раза в день, а второй и третий флакон по чайной ложке два раза в день, мы это серебро изучили практически на очень большом количестве, я на кафедрах изучала это серебро, и знаю, как оно работает на протеина, сине-гноиную палочку, как они работают на простейшие, на грибки, коллоидное серебро у нас просто уникальное, просто уникальное, а детская доза хватает одного флакона в зависимости от возраста, Ну, начинайте с кофейной ложечки, со всем малякуськом. Чайная ложечка, десертная ложка, ну, до 7 лет, до 7 лет. Вот такой разброс. Если ребенку 5, 6, 7 лет, то это десертная ложка. Да, десертная ложка, потому что не пугайтесь, это вещество, которое даст вам возможность на патогенную микрофлору воздействовать. Однозначно у вас в коррекции должны быть дома кошачьи коготи, кора муравьиного дерева. Потому что именно они позволяют иммунитету ответить, они позволяют провести вот это такое антибактериальное воздействие. И напишите, пожалуйста, про активин. Активин содержит у нас медь. Медь это издревле был микроэлемент, который использовался, вся посуда была медная. Потом ее взяли и изъяли. Сейчас найти медный таз у кого-то практически нет. А посмотрите, какая была идея. Потому что медный таз, потому что именно мед, она обладает бактерицидным свойствами. Ими в медной посуде ничего не пропадало. Армия Македонского выжила только потому, что у них были серебряные опреснители и составы, плюс медные композиции. Потому что действительно. Но вот у нас в активине есть медь, поэтому активин можно использовать. Не пугаться, не думать, что это просто антиоксидант. Он еще и как антисептин. И однозначно, и однозначно, вот то, что мы вам раздаем на раздаточном материале, это вот машинка, это наши очистки, это вот то, что лакс-макс ребенку можно проводить. Это набор один и второй, он исключительно из трав. И, конечно, вот уже теперь возрожденные, и я абсолютно в этой части рекомендую, это проведение тюбажей. Тюбажей, которые дают возможность вам справиться. Это все прописано, это 100-летняя история, все эти схемы есть. Ну и, конечно, эубиотический ужин, что я сказала, сдачей, вот эубиотиков, курсами, которые вы можете пройти. И это понятно? Вот, вы говорили, кошачья коготь, еще какая-то. Кара-муравина берет. Можно сразу? Угу. Сколько? Дозировку. Все походу. Для взрослого, что называется, да, еще как в схемах ослезнителей, напишите, пожалуйста, алоэ и сера. МСМ, вот я сейчас увидела и вспомнила. И все виды алоэ, которые у нас есть, это сок алоэ, это в чистом виде в капсулах. То есть вы начинаете, вы помогаете заживлять слизистые, все эрозивные, язвенные поражения. Они все вот в назначении вот этих всех идут. Это очень классная вещь. И сера, кстати, у нее вот, а наша сера, полученная из морской воды, она дает возможность процессу слизеобразования. Там даже есть у нее как противопаразитарное свойство, что она создает такую слизистую поверхность, и вроде как листам не за что держать. Это все понятно? Алоэ и меру нет? Нету. Нету. Носить не мораль. Важным составляющим, важным составляющим детского здоровья является ваша задача, как взрослые, не растратить у ребенка рефлекс употребления воды. Мы все сюда с вами пришли с этим рефлексом. Мы с вами 9 месяцев находились в бассейне, внутриутробном. Если мама любит ребенка, она будет знать, чтобы эта вода имела хорошее качество. Так вот, с момента зачатия, с момента зачатия, нужно родителям, любящим, подчеркиваю, родителям, сохранять роль воды. Почему мы об этом говорим? Почему мы об этом говорим? 20% токсинов – это жирорастворимые. Мы с вами разобрали роль полезных бактерий. Мы с вами говорим о тех очистках кишечника, о тех тюбажах, о коловаде, о лаксмаксе. Это все направлено вот на эту часть, чтобы токсины отсюда не появлялись. Но посмотрите, 80% токсинов – это водорастворимые, нарисуйте себе, пожалуйста, орган, через который эти токсины выводятся. Это почки. Это через кишечник и через печень, а это выводится из почки. И представляете, что делается с почками? Они не болят, они не давятся. А теперь смотрите, если мама ходила беременна, если мама ничего не делала, у ребеночка он родился уже, этот ребеночек, с нагруженными почками. Что по жизни ожидает этого человека? Все очищается через почки. Почки начинают как? Заявлять о себе. Они не болят, они просто начинают сигнализировать. Первый сигнал. Организм начинает автоматически прекращать движение грязи по организму. Каким способом? Он начинает понижать артериальное давление. И если 10% не вывелось из организма, то давление 110 на 70. Если 20% не вывелось из токсинов, то давление 100 на 60. Если 30% токсинов не вывелось, давление 90 на 60, на 55. Представьте, это может быть годами, десятилетиями. Никто не измеряет, никто ничего не говорит. А токсины-то не выводятся, ничего не делается. Воду-то никто не пьет. Что делает организм? Куда это грязь делает? Он начинает повышать давление. И начинает повышаться давление нижнее. 90 на 130. 100 на 140. 110 на 150, 160. И дальше посмотрите, что получается. 120 организм, уже почка сморщилась. Организм начинает на почке всевозможные кисты образовывать. Он начинает там это... Представьте, это все грязь, это течет. А не принимаются меры по принятию воды. Что происходит с организмом? Ну, человек... Ну, понятно, что у нас сейчас по давлению делается. У нас таблетки с низким давлением не знают вообще, что делать. Ой, да ну что, кофе попей, коньячку попей. Мужчины очень, очень автоматические. Люди, которые любят пиво, они интуитивно, подсознательно, дополнительно создают себе резервы вывода токсинов. Те, которые очень любят бани. Обожают бани, потому что в банях создается запасной вариант очистки. Ничего вы не делаете. Второй момент, что организм с этими токсинами делает. Он начинает присоединять кожу. Кожа. Куда грязь потекла? Грязь потекла через кожу. Вот эти первые поражения у детей в раннем детстве диатезами их называют. Вот они проявления того, что мама не пьет воды, ребеночку не дает воды, а ребенок уже в грязи родился. И она рвет, ищет повода, дайте чем намазать, чтобы, я говорю, ничем не намажешь, нужно воду давать. Организм не принимается меры для воды, не дается для выделительной функции почек, не дается условий. Что происходит дальше? Куда грязь-то делать? А токсины же каждый день, каждые сутки образуются. Он начинает складывать жизненно неважные органы, которые называются кости. Выталкивая из костей, уходит кальций с фосфора, чтобы нейтрализовать всю кислоту. И на место этих остатков ураты, оксалаты, всевозможные токсины. И вот сегодня мы видим поражение позвоночников у детей. Мы сегодня видим нерастущих детей, мы сегодня видим детей с аномалией зубов, мы видим сегодня детей с аномалием роста волос. Посмотрите на всех на вас. Что сегодня происходит? Сегодня происходит повальный токсикоз, который сегодня артрозы, артриты, сегодня диски, пораженные позвоночников у людей, которые не стали еще 30-летними. Сегодня остеохондроз, как будто как здрасте. А что произошло? Произошло отложение токсинов, которые не вывели почки. И четвертым моментом складирования где-то 27% это идет через легкие. Это идет через легкие. Я посидела, посчитала. Значит, легкие. И еще один вариант токсикоза. Это вся акушерская гинекологическая патология. Куда входят? Куда входят? Нарушение цикла. Вчера вы слышали женское здоровье. Причем начинаются... Сегодня мы видим начало месячных у девочек 9-10 лет. Мы сегодня видим начало месячных в 13-14 лет. Это катастрофа. Мы сегодня видим месячные, как они всегда и были, я всю эту историю прошла, что это как только месячные, это таблетки обезборищевые, это что называется глазоналог. Либо обильные, либо вообще они скудные. Все, что связано с нарушением цикла, это все пишите в токсикоз. К акушерской гинекологической проблеме относится первичное и вторичное бесплодие. Первичное и вторичное бесплодие. Не может сегодня... Либо они сидят на контрацептивах, потом они вдруг решили забеременеть. Акушерская гинекологическая проблема – это спаечный процесс в трубах. Акушерская гинекологическая проблема – непроходимость труб. И акушерская гинекологическая проблема – эрозия, язвы. Даже сегодня мы видим в детстве. Девочка, рожденная от токсикозной беременности, у нее потом уже она готовится к репродуктивному периоду, и вдруг у нее не рожавшая, не вступала в половые связи, а у нее кисти в яичниках, эрозии на шейке матки. И потом, как защита это миоматозные узлы, и как защита ранней климакса. Когда сегодня в 35 и в 43, сегодня в 45 придете к гинекологу, вам скажут, ну такая экология, что же вы хотите, никто вам не даст ответ. А это все, все почечный токсикоз. Как проявление токсикоза, сама патология почек, я вам уже рассказала. Как проявление токсикоза, отечный синдром. 40% сегодня женщин, которые маятся своим избыточным весом, никакого отношения не имеют к колоражу, никакого отношения их вес не имеют к тому, что они не едят больше, чем положено, а у них просто отечный синдром. Они становятся на весы, и у них этот вес бегает туда-мы-сюда-мы, как говорят, что такое депрессия, это купила, говорит, обруч на талию, и он встал как раз. Обруч на талию, встал как раз. Все впало в депрессию, отечный синдром. Никаким голодом вы его не вытащите. И как проявление токсикоза, это мочекаменная болезнь. Мочекаменная болезнь. Нефроптозы, которые сейчас сплошь и рядом, камни в почках, дорогие мои, камни в почках, сегодня вам тоже будут говорить. Я вот этот список весь составила и написала себе. 15 специалистов обслуживают всю эту песню. Терапевты, акушерогинекологи, педиатры, ортопеды, травматологи, стоматологи, дерматологи, пульмонологи, нефрологи, урологи и другие, не буду говорить, Их не опройдешь. Пишите себе, если эту потребность раннего детства изменить, ребенок знает потребность в воде. Если вы с детства, упаси вас Господи, услышать сейчас этих уродов, я больше никак их не могу, хоть кому его покажите, рассказать, что ребенка до года поить не надо, вашего ребенка хотят уничтожить. Если вы эту потребность пишите себе, измените, вы создадите невосполнимые, невосполнимые утраты со здоровьем. Невосполнимые утраты со здоровьем. Я вам написала, сколько это будет. Ребенок интуитивно чувствует воду. Ребенок не пьет воду после еды. Он просит пить до еды. Причем маленькие, еще новорожденные деточки, вы дайте несколько капельков воды, он не откажется от молочка. Но если вы ему начинаете давать, когда он уже покушал, он, конечно, выплевает. дурак, что ли он запоел. Пожалуйста, милые, хорошие, создайте честь, хвалу в воде. Ребенок должен видеть воду везде. Это должны быть красивые кувшины, это должна быть красивая посуда. Ребенок не должен проходить и не видеть, он заинтересуется. Создайте эту ауру воды, потому что он с этим рефлексом пришел на эту землю. Есть разница, какая вода. Есть, слава тебе, Господи. Ну, скажем, покажем вам. Есть, естественно, есть, конечно, разница в воде, потому что, слава Богу, в кавычках, мы с вами все утратили. Находя, имея самые богатые источники, 4% пресных водоемов вообще земли, мы сегодня с вами говорим о фильтрах, мы сегодня с вами говорим о обогатителях, мы сегодня с вами не можем пользоваться нашими пресными источниками, на которых мы живем. Мы сегодня покупаем всякую, всякую, все условия, потому что в этом это наш, извините, в кавычках, гражданский долг было сохранить. Нам пра-пра-пра сохранили пресные источники, а мы своим уже детям и уже внукам ничего не оставим. Вот это очень важный момент, который вам нужно усвоить. Следующий важный момент в здоровье ребенка, в здоровье ребенка это является режим дня. Ну, есть открытие для вас? Устали уже? Ну, устали, да? Нет. Нормально? Говорите, говорите, да, мы не устали. А, нет, кто устал, да, Глена Владимировна так наставит, чтобы кто-то ушли. Нет, кто устал. Следующим очень важным условием для здоровья ребенка является режим дня. Почему это очень-очень важно? Дело в том, что режим дня это главное условие для формирования гармоничного тела. Это гармонизация процессов сна и бодрствования. Сна и бодрствования. Сегодняшние дети, уже начиная с раннего-раннего возраста, они находятся в шквале информации. Вот даже сами прикиньте, кто здесь постарше, не было у вас столько информации в то время, когда вы росли. Что сегодня творится с нашими детьми? Они практически не... Вот память и два вида памяти есть. Медленная и быстрая память. Медленная память это то, что вы запомнили на следующий день с утра. Вот вы с утра получили, вот сегодня вы сейчас получите информацию, но вы уже пришли с работы, уставшие, и тем не менее, вы придете завтра утром, проснитесь, не заглядывая в конспект. Прокиньте, что у вас было сегодня. Если вы все напрочь забыли, знайте, что у вас нарушены процессы гармонизации. ваш мозг не находится в отдыхе. Сегодня мы видим детей, у которых мгновенная моментальная память. Сразу схватил, но спросите на следующий день, он вам расскажет или нет. То, что он сразу может повторить, это быстрая память. И если ваш ребенок, причем напишите пожалуйста себе, профилактика старческого слабоумия должна начинаться с детского возраста. Профилактика старческого слабоумия должна начинаться с детства. А откуда закладываются будущие проблемы с мозгом? И у нас в том числе. Сегодня как здравствуйте, сегодня как просто песня хроническая гипотксия во время беременности. Ребенок находится всю беременность вместе с мамой находится в хроническом дистанции кислорода. Самая кислородопотребляемая ткань это головной мозг, это нервная ткань. И сегодня педиатры вместе с акушерами и гинекологами рассказывают нам сказки, что это у всех сегодня это образ. Да, у нас на тысячу беременных 800-900 женщин находятся в токсикозе, когда в Швеции всего три беременных женщины переносят токсикоз. У нас сегодня женщина без токсикоза она идет в разряд больных, ее начинают искать у нее онкологию, у нее начинают искать патологию. Как это так? Представляете, что делается? Так вот, хроническая гипоксия это опять любовь к матери, к тому, что она будет делать. Что этот ребенок будет делать, когда он родится, потому что он всю беременность находился в токсикозе. мы не можем сегодня беременным женщинам объяснить, что нужно пить коралловую воду, что нужно пить H500, что нужно принимать лецитин очень больших дозах для того, чтобы избежать этого коварного состояния. И во время беременности, во время беременности родов и с рождения не должна прекращаться вот эта биологическая машинка, то, что мы вам раздаем, потому что она уже дает возможность профилактики. абсолютное условие для беременной женщины. И когда она идет на вскармливание и потом идет, пишите, пожалуйста, нейроны это белковые субстраты. Беременная должна кушать белки разного порядка, включая самые, самые быстрые, самые вот в плане усваиваемости и адекватные это молочные белки. Это молочные белки, это молочная пища. Да, мы сегодня говорим о мясе, да, мы сегодня говорим о рыбе, да, мы сегодня говорим о птице, но живем мы еще с вами в тех регионах, где можно это пробовать и есть и кушать. Беременная должна это кушать. Не должна она сидеть на конфетках, не должна она сидеть на стряпне, не должна она сидеть на блинчиках. Она должна есть нормальную, хорошую человеческую пищу, потому что режим дня это адаптивное состояние сна, бодрствования и отдыха. Поэтому без белка нет качественного роста. Без белка нет качественного роста. Беременная должна беременная зачатие, рождение, кормление и ребенку потом это передать. Он у нее должен кушать, он у нее должен любить лецитин, как вот больше, чем мать родной. Потому что лецитин, ненасыщенные жирные кислоты, рыбий жир, мы с вами, поднимите руку, кого в детстве кормили рыбим жиром. По столовой ложке. Хочешь не хочешь. Сегодня мы начинаем каких-то дуриков. Представляете, как о нас с вами думали? Сегодня вопрос вопросов. молодежь твердит, не верю, все это ерунда. А в больнице нам ничего не сказали. Так никто вам не скажет. Если вы будете здоровы, не будете ходить в больницу, вы не будете ходить в аптеку, а кто будет деньги тогда приносить? Государства-то нет, сейчас все в частных руках. Вы о чем? Вы о каких заботах говорите? Поэтому противите хлорела, спирулина, лицетин, омега, это все, что должно быть у вас в режиме, в режиме постоянном, в режиме принятия, потому что вы не столько в пище это не возьмете. Я вам говорю, масло должно быть, сметана, молоко, но ко всему, что вы восполняете этот дефицит, должно быть это дело. Следующим условием для сохранения здоровья составляющим ребенком является движение. Мы уже с вами подходим практически к концу, наберитесь еще терпения. Важным условием в жизни ребенка, здоровье ребенка является движение. Ребенок во время триутробного развития он движется рожками, ножками, он весь движение. Никто ему там не обучает его математики, таблицы умножения. У нас был такой интересный анекдотичный случай. Наши друзья, девочка у них во втором классе, и пришел знакомый к ним и говорит, Маша, скажи, пожалуйста, сколько будет семью восемь? Она так на него посмотрела, говорит, а тебе зачем это? Он пришел спросить, знает ли ребенок таблицу умножения? Она во втором, а зачем, говорит тебе, дядя Костя, ну вот так вот повеселились. И вот движение у ребенка это главное, первое главное условие, которое способствует развитию головного мозга. мелкая моторика, подвижные игры. Ребенок родился обязан папа, папа, услышьте меня, освоить массаж. Он не сделает боль на своем ребенке, а теплые, теплые, заботливые папины руки, маминых рук и так хватает. А именно папа, когда он начнет разминать пальчики, подошву, пяточки, когда он начнет делать движения ручками, ножками, ребенок находится в ауре любви родительской. И именно движение, разминание пальчиков, каждый, вот большой пальчик, это кора головного мозга. Именно через движение у ребенка начинает развиваться шипиковый слой, это познавательный слой. С ребенком нужно общаться, с ребенком нужно разговаривать, с ребенком нужно двигаться. Что сейчас делается современными людьми, детьми? иди сядь, посмотри, я тебе мультик сейчас включу, садись, садись, потому что самим-то нам уже куда, это снимка победы, и сегодня они у нас в садиках сидят, мультики смотрят, я когда слышу, что сегодня в садиках показывают мультики, мне становится плохо. А что же ты тогда делаешь, тетя, которая ты поставлена сюда, мультики я и дома ей покажу, если что. А ты-то что ты делаешь, как ты можешь ребенка взять, посадить, он должен, его нужно выводить на улицу, с ним нужно носиться, с ним нужно бегать, его нужно выпускать, потому что вот эти пары, то есть к чему мы приходим, мы приводим их гиподинамию. Дети сидят у нас в школах, дети приходят домой, они сидят перед компьютерами и в конце концов у них развивается не по возрасту гиподинамическое состояние, либо другая крайность, они у нас становятся неуемно, их невозможно усадить. Гиперактивные дети, это та же патология движения, потому что мозгу не хватает кормления, мозгу не хватает белков, мозгу не хватает лецитина, жирных кислот и он сидит на одних конфетках, чупа-чупсах и он сносит мозги. Вот движение, услышьте меня пожалуйста, как вы будете выходить из этой ситуации, это вы только определите. Но ребенок должен двигаться, он должен бегать, он должен прыгать, он должен это делать, потому что когда мы сегодня видим повальную гиподинамию уже взрослых людей, вот вы здесь все сидячие, вы могли представить себя, что вы сидите дома, вас удержали, классики вам не дали бегать, казаков, разбойников, прятки, да? Да вы что? Настолько так вон-вон и только на улицу, потому что мы с рождения детей, они еще вот такие крохотулечки, они нам удобно включили все, они на мозг не выносят. Это очень опасная вещь, опасная вещь, которую вы практически, ее заменить вы ничем не сможете. И движение, посмотрите, как себя ведут японские, все подходы оздоравливания, китайские, они вот такие все крошечные, они все, они происходят и знают, что такое для них движение. И все, конечно, эти условия, которые связаны особенно с гиперактивностями, это опять хроническая гипоксия во время беременности. И я вам предлагаю просто себя оценить, можете сделать колесо здоровья. Основные базы мы с вами разобрали, это вода, это еда, это движение и это режим дня. Режим дня. ну и условно возьмите, можете за 100% от центра поставьте точку и можете пройстись по этим всех составляющим, по сектору. Как у вас обстоит у вашего ребенка с едой в сторону, сколько, на сколько процентов адаптированная вся вещь. Насколько стоит вопрос с водой, насколько состоит вопрос с режимом дня, с движением, а потом возьмите и соедините свое колесо. Будет ли оно гармоничным? Особенно если вы новички пришли сюда, слышите первый раз, вы можете здесь посмотреть и с теми людьми поработать. Если вы уже продвинуты, посмотрите, насколько вы все-таки не выправили свои проблемы, то есть мы даем по токсипозу, по этим всем раздаточным материалам, и вы сразу увидите, что колесо здоровья, это все нужно делать одновременно, вы можете разграничить здесь, сделать маленькие сектора, еще не вопрос, я просто наметки вам даю, вы можете здесь поработать в этой части, быть творческим человеком, но вот колесо здоровья вам даст возможность ответить. Где же вам еще что нужно сделать? Кому-то продвинутым кораловцам сделать вообще с движением не выправились. Кому-то здесь в режиме дня куча у нас таких товарищей, правда? Я вчера говорила, сегодня говорила, вы думаете, что а, БАДы надо попить и все это? Не вопрос, не в БАДах дело, а вот в этом колесе здоровья. Я знаю, сколько людей у нас до сих пор еще в воду не научились пить, я знаю, какое количество людей не определились вообще просто с питанием, и вот притекают последние составляющие, вот к питанию как раз, мы уже с вами сказали, что пища должна быть вкусной и структурной, правильно? В чем ее структурность должна и включая детей? Она должна иметь абсолютное направление белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Вот структурность заключается, какая же у вас пища по белкам, белки себе пишите, белки себе пишите. Это структура, это иммунитет, это ферменты, это вообще генофонд. Белки это структура, это ферменты, это транспорт, это иммунная система, это генофонд. Вот все, это витальные функции. Если у вас не будет белка, из чего будут строиться клетки? Вот по структурности питания, это ровным счетом, вы возможно поймете пример, если вы затеялись со строительством, раствор привезли, кирпича нет. Но кто построит здание? Хоть из дизна, хоть из кирпича, хоть из монолита, хоть из чего? Вот кирпичи это белки. И если в вашем рационе нет белков животного, растительного происхождения, но однозначно себе пожалуйста для структурности напишите сегодня настоящее время питания таково, что без оптимизации восполнение утраченных свойств говорить о состоянии восполнения на сто процентов не получается. Вот скажите, какие слова для вас звучат и они главные, когда мы говорим бады к пище? Вот бады к пище, вот как вы, где вы видите главное бады к пище? Где для вас расшифровки? Покажите мне пожалуйста, чтобы мне было понятно. Еда, оптимизация. Еще? Добавки, еще? Биологически активные. Вот где здесь самое главное смысловое значение? Биологически активные. Активные. Добавки пищи. Нет, вы читаете добавки пищи, а на чем вы акцентируете, когда вы вот это понимаете? Слово пищи. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Именно пища, потому что зерно надо бросить, а до тем его удобрять. Нам сегодня невозможно с нашими технологиями пищевой промышленности, это практически мафия, которая выдала нам сегодня на гора технические масла, маргарины. Нам очистили масло растительное так, что оно вообще ничего из себя не представляет. мы сегодня с вами имеем такие выхолощенные пустые продукты, что практически без вот этих оптимизаторов, этих удобрений сегодня обойтись нельзя. Если кто-то вам говорит, крутит у виска, куда-то ты попал, вот у него точно мозгов нет, сразу ставьте диагноз ОГМ, отсутствие головного мозга. Ну что вы с ним, у него мозгов нет, а вы с ним спорите. Становитесь самим безмозглым. Он собрался умирать, пусть не отвлекается даже вообще на ландшафт и вот не отвлекается. Потому что если вы сейчас вот это не будете оптимизировать, то практически это гарант попадения в стационар. Причем стопроцентное попадение. Отнесете деньги в поликлинике, отнесете деньги в аптеке, вы отнесете во всяческий но если еще успеете. Потому что сегодня детская онкология, сегодня детские аутоиммунные процессы, сегодня бронхиальная астма, сегодня сахарный диабет у детей, после вакцинации, после прививок, и вы продолжаете в этой иллюзии жить. Поэтому ну все что говорю как могу. Поэтому если вы на сегодняшний день не хотите вкладывать сюда и вам еще что-то нужно сказать, чем-то убедить, ну ничего плясать ни перед кем не собираемся и ничего мы больше да, это для элиты, да, для понимающих, что это нужно делать. Потому что если вы вот всю физиологию сейчас мы с вами разобрали и поняли, что по-другому здесь никак не обойтись. Причем самое интересное, если организму что-то не хватает, он знаете что делает? Он начинает забирать, чтобы ему восстановить у того, который нежизненно важный. Вот который нежизненно важный. Вот белок для генофонда очень важен, ну чтобы родился ребенок. Но если ненормальные молодые родители не едят белка, не едят белка, то организм за эту функцию заберет белка, потому что ему нужно клетку восстанавливать, ему нужно иммунитет поддерживать, ему нужно транспортное средство. Вот это витальные функции. А все остальное, ну ферментное свойство, ну как бы не совсем жизненно важное. Почему мы сегодня с вами имеем пищевые аллергии? У меня пищевая аллергия, да у тебя не пищевая аллергия, у тебя нет ферментов, в которых бы это все переварилось. Организм забрал белка, он забрал ровным счетом, чтобы тебя обеспечить. Если вы не едите достаточно жиров, не обеспечивается восстановление легких, а там кислород, не восстанавливаются мембраны, организм не отдаст на половые функции, да лучше ты не будешь размножаться, лучше у тебя половых гормонов не будет, лучше ты впадешь вообще в импотенцию в какой-нибудь. Но дышать я тебе не дам. Посмотрите, как устроен организм, если ему что-то не хватает, он заберет в жизни в жизни неважных функций, а вы будете ходить к травматологам жаловаться на грыжи межпозвоночные, на хруст суставов, вы будете жаловаться, что у вас позвоночник не нагибается, а он это же не жизненно важный, он туда сбросил все грязь, вы даже вам расскажут, что у вас пилонефрит, кисты в почках, что вы уже не мочитесь, но попить воды вы знаете, как-то вот никто не скажет, что надо то по воду то попить то правильно попить воду, да, лучше вы не будете размножаться вторичное бесплодие, вот нехай лучше это, чем извините, дать возможность организму в какие-то впасть в другие крайности, запишите это себе и запомните, что если у вас что-то уже есть, а если нет, посмотрите, я сегодня не вижу здоровых даже молодых людей, поэтому когда мы говорим о белках, о белках, вы не сможете сто процентов себе гарантировать поступление, поэтому та линейка, которая у нас с вами есть в компании, да я вчера рассказывала про те незаменимые аминокислоты, про Тивити и Биошеп, если вы хотите жить долго, если вы хотите свой гормональный уровень, мужчины, если вы хотите долго вообще радовать себя как мужчин, у вас должен быть тестостерон, вы что, кого вы слушаете, вы должны есть сало, вы должны есть мясо, вы должны есть очень много белковых продуктов, значит, это должно быть Противити, это у вас, у вас должны быть жирные кислоты, вы должны пригоршнями, пригоршнями, первое, что открываете эту, скажите, что можно открыть, холодильник, или какой-нибудь шкафчик, шкафчик, у вас должна быть пригоршня и рыбьего жира, потому что вы столько не съедите, капсулу положил, выпил, жир печени акулы, IQ, пожалуйста, лецитина, ну шмар сало, да само собой, куда же делать, если мама умная и любит своих детей, особенно мальчиков, она никогда в жизни не запретит ему есть нормальное масло, еще будет ходить и покупать нормальное масло, если у вас ребенок ложками ест масло, вы ему по рукам бьетесь, мозг без жира, он начинает метаться, сегодня эти минимальные мозговые дисфункции у детей, они как будто не знают, что с ними делать, да дайте нормальные хорошие пищи, а что подменили, если вы не дали белков, жиров, а где взять энергию, ее конечно только в углеводах, и когда я спрашиваю, как ты переносишь жирное, мне плохо, не могу, правильно, потому что организм до такой степени загаженный, там золу не вытаскивали, топят, топят дарование и углем, а золу не выкладывают, что тогда, отопить надо, так умный-то он упадет и вынесет, а в человеческом организме как убрать, он не убирает, поэтому он начинает есть углеводы, как-то жить-то надо где-то понимать, и если вы это понимаете, вы сегодня, говорите, вы детей, пока если какая-нибудь бабушка, или какая-нибудь, извините за плохое слово, сволочь, дала вашему маленькому ребенку сладости, в гагский сус на нее попадаете, даже пока ребенок сам где-то не сворует и не попробует какую-то конфетку или какую-то сладость, не давайте ее в чистом виде, пусть это будет курага, пусть это будет яблоко, пусть это будет груша, пусть это будет все, что угодно, расширяйте вкусовую, мед, мед, потому что, когда вы возьмете мед, вы поймете вот эту палитру всего вкуса, только опять-таки берите мед у знакомого пасечника, а не тот, который сахар дает, чтобы пчелки никуда не летали, потому что углеводы вы себе так и отметите, сладкоежка, сладкоежка, это практически, напишите, сегодня сладкоежка ребенок, это сахарный диабет, это ожирение, это гипертоническая болезнь, это онкология, казалось бы, вот просто, мы сегодня углеводная страна, мы сегодня углеводная страна, и дети-сладкоежки, это вина родителей, это абсолютное отсутствие любви бабушек, дедушек, папы и мамы вот к этому чаду, а это терпение.